Эта программа вышла благодаря финансовой поддержке партнёров телеканала «Возрождение». Мы благодарны вам, наши партнёры, за то, что вместе мы можем нести Евангелие всему миру. В предыдущей передаче апостол Владимир учил о том, что мы не должны быть сосредоточены на себе и своих проблемах. Победители в этом мире те, кто победил боль, кто целостен в своей душе, пройдя ад. Предательство, боль отверженности, боль потери, кто пережил страх и перебоялся, кто был обманут и сумел простить. Сейчас апостол Владимир продолжит своё учение и в конце этой передачи совершит молитву за исцеление душевных болезней. Страх – это то, что входит в детстве, это дух. Вы знаете, в моей жизни была ситуация. Когда я был маленький, вы знаете, мои родители, папа, мама, они были, естественно, они не были с Богом, неверующие были. И папа ушёл, когда мне было три года. И бывало, он приходил домой, и дома были сильные конфликты. И он не знал Бога. Сегодня мой папа, он в церкви, он с Богом. Но тогда он был без Бога. И когда начинались эти конфликты, избиения, я всё это видел. И вы знаете, это такую приносило боль в моё сердце. Это был такой ужас для меня. И однажды, когда это происходило, это было утро, я сейчас это помню, в меня вошёл демон. Это был дух страха. Я не понимал тогда, что со мной произошло. Но меня наполнила паника. И в тот момент я пошёл и сел на диван, и вдруг я отключился и начал видеть картины. Как будто папа, он летает, и он кричит на меня. И был такой ужас, что моя душа чуть не разорвалась. Потом это повторилось через несколько лет, когда я ехал в поезде. И потом, когда мне было уже 15 лет, это повторилось опять, это было очень сильно. Вы знаете, демон вошёл конкретно через страх. Это был конкретный страх. И только когда я пришёл в церковь, пришёл к Богу, родился свыше, Бог меня от этого освободил. Вы знаете, это было большим счастьем для меня. Я никому не мог даже объяснить, что со мной происходило. Потому что когда были эти приступы, вы знаете, со мной происходили страшные вещи. И я вам говорю, я знаю, это очень страшно. И я знаю, что в этом зале есть люди, которые переживают это. Это были приступы, паники, которые просто сводили с ума. И знаешь, в груди была физическая боль такая, что оказалась клетка грудная, сейчас она просто разорвётся. И я отключался. Последний раз, когда мне было 15 лет, и это со мной случилось, целая толпа людей прибежали, и они откачивали меня. И я пришёл в себя, когда уже масса людей была вокруг меня. Это были страшные вещи. И всё это дух страха. Друзья, страх – это негативная вера. И когда в человеке дух страха, всё, чего он боится, будет приходить в его жизнь. И есть страх перед потерей, перед будущим. Страх заболеть, страх за детей, страх умереть. И каждый раз, когда человек переживает этот страх, он буквально высвобождает в духовный мир эти обстоятельства. Бесы и демоны, друзья, они используют наши чувства, чтобы работать в нашей жизни. И если сегодня ты сидишь в этом зале, и страх атакует твою жизнь, когда ты остаёшься один, или когда ты смотришь сегодня на своё будущее, тебя наполняет страх. Я хочу тебе сказать, сегодня эти бесы уйдут прочь. Ты уйдёшь отсюда свободным человеком. И я говорю это вполне серьёзно и смело. Я сам лично пережил освобождение от этого 22 года назад. И я вам говорю, что сегодня на этом собрании ты должен получить это освобождение. Этот страх, он не должен быть твоей жизнью. Я видел людей, которые наполнялись страхом. И женщина говорит, я боюсь, что он уйдёт к другой. И вы знаете, всё так и происходило. Но сегодня ты должен наполниться верой. Я знаю, что сегодняшнее слово, оно должно прежде всего изменить твой подход перед тем, как мы будем молиться. Если страх уходит, должна прийти вера. Ты меня слышишь? Ты должен принять решение и сказать, Бог, если ты меня освободишь сегодня от страха, этого демона, я обещаю тебе, я буду верить во всё, что ты мне скажешь. Я буду верить то, что моя семья, она будет благословена. И кто-то громко аминь скажет? Что моё здоровье, оно благословено. Я не слышу громко аминь. Скажи, я буду верить то, что мои финансы, они будут благословенными. В моей жизни не будет каких-то случайностей. Я знаю принципы веры. Вы знаете, я прошёл весь путь. И я знаю, и сегодня я его прохожу, но я знаю, о чём говорю. Когда ты хочешь от чего-то освободиться, ты должен договориться с Богом, что ты будешь с Ним сотрудничать именно в этой сфере. Если ты говоришь Богу, что Бог, освободи меня от этого, ты должен сказать, Господь, я тебе обещаю. Когда-то в моей жизни, знаете, была одна проблема. Это нестабильность. Когда я пришёл к Богу, я был самым нестабильным человеком. Я впадал в депрессию. Я постоянно переживал душевные страдания. Я молился много. Я постился постоянно. И вы знаете, я не мог понять, что со мной происходило. Когда я ложился спать, я горел. Когда я просыпался, я был пустым. И это мучило меня. И я страдал от этого. И потом пришёл в моей жизни момент, когда я пришёл к Богу. И я сказал ему. Я сказал, Господь, освободи меня от этого. От этой проблемы, от этой нестабильности, от этой депрессивности. И я обещаю тебе. В моей жизни до конца моих дней никогда не будет момента, чтобы я не горел для тебя. Чтобы я не любил тебя. Или чтобы какие-то негативные чувства пришли в мою душу. Этого никогда не будет. Я тебе даю клятву. И вы знаете, что произошло? Бог освободил меня. И вы не поверите. А я вам говорю, я стал самым стабильным человеком. Аминь. И сегодня бывает, я вижу служителей. Знаете, и они служат, горят. Потом прошло два месяца, смотришь человеку, он говорит, я впал в какое-то состояние. У меня на душе тяжело. А я смотрю и говорю, вот представляешь, а я живу уже лет двадцать после того, как со мной это случилось. И у меня никогда ничего не меняется. Только одно меняется. Я все больше и больше люблю Бога. И принцип самый важный, это ты должен договориться с Богом сегодня. Ты должен сказать Ему, Господь, я обещаю тебе, я буду любить тебя, я буду служить тебе. Когда я хочу быть внутри здоровым, целостным, я знаю точно, что должно произойти. Это духовные вещи. Евангелие должно жить во мне. Любовь Божья должна жить во мне. И Евангелие должно пройти через меня и высвободиться к людям. Как только я начинаю служить другим людям, любить их, помогать им. Друзья, я вам говорю, какие бы внутри меня не были раны, они все полностью исцелятся. Аминь. Поймите, как только ты перестаешь любить людей, служить людям, видеть их страдания, видеть их боль. Как только ты перестаешь это делать, ты моментально начинаешь загнивать внутри. Поэтому Иисус сказал, чтобы мы проповедовали Евангелие. Поэтому все люди, заметьте, которые прямо с мира приходят к Богу, и они бегут, и всем проповедуют, и потом они рассказывают о великих чудесах. Так или нет? Потому что фундаментом твоего исцеления всегда будет твой договор с Богом, что ты всегда будешь заботиться о других, что ты будешь любить людей, что ты будешь проповедовать Его Слово. И когда ты это делаешь, в твоей жизни меняется все, меняется вся картина. Следующее, друзья, давайте поговорим. Обида. Обида – это открытая дверь для демонов. Человек, который живет в обиде, в обязательном порядке будет иметь какие-то физические болезни. И обида приносит внутреннее разрушение. Очень часто люди, они, находясь в этой обиде, обиде на своих родителей, обиде на своих жен, мужей, каких-то людей, которые, возможно, причинили им боль, они находятся в страшном состоянии, и они доводят себя до полного поражения. Если сегодня ты сидишь здесь, и у тебя есть обида на кого-то, кто бы это ни был, и что бы он ни сделал, ты должен сегодня принять твердое решение, что во время молитвы ты полностью простишь этого человека. Мы готовимся к молитве, друзья. Прощение – это великая сила. Скажи со мной, прощение – это великая сила. Многие люди наполнены обидой. Когда человек наполнен обидой, у него начинают появляться разного рода образы в голове. Вот, к примеру, когда тебя обидели, то ты начинаешь мечтать, чтобы этот человек, с ним что-то случилось. И вы знаете, это факт. Люди мечтают, они попадают в состояние, знаешь, какое? Они хотят, чтобы этот человек, чтобы с ним произошла справедливость, чтобы Бог его наказал, чтобы у него все было плохо. И как бы за счет этого твоей душе станет лучше. Скажите, я так что-то говорю или нет? Это правда то, что я говорю? Это же про тебя, да, или нет? Это – нет. Еще от духа лжи мы будем молиться тоже. Нужно освобождение, да. Так вот, послушайте, какая ситуация. Человек, он мечтает. Он начинает мечтать, он думает. И он думает, что его душа исцелится, когда этот человек, он попадет в какие-то неприятности. И я вам говорю всем, друзья, это ложь дьявола. Это ложь дьявола. Давид был великим человеком. Бог, друзья, он дружил с Давидом. И Давид прошел очень много скорбей в своей жизни. Его душа, 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 он пишет в Салмах, да, была потрясена. Все время. Бог с ним дружил. Представьте, у Давида был враг. Это Саул. И Саул все время гонялся за Давидом. Он хотел его убить. Ни за что. Он сделал жизнь Давида, как жизнь беглого раба. Давид жил в пустыне, в пещерах, только из-за Саула. Он прятался, ему нечего было есть. Он прожил там часть своей жизни. Около 13 лет, друзья. И когда приходит момент, и прибегает человек, который рассказывает. А говорит, Саул умер на поле сражения. И Давид начинает плакать и рыдать. И вы знаете, никто никогда не может понять, почему Давид плакал о Сауле. Ведь на самом деле Саул был его заклятым врагом. Почему он плакал? И это не были притворные слезы. Это Слово Божие. Это записано здесь. Он плакал искренне. Он верил в Саула искренне. Я вам скажу. Потому что Давид до того, как Саул умер, он его простил. И когда ты прощаешь человека, ты уже никогда не будешь радоваться его неприятностям, даже если он сделал тебе зло. Кто-то меня слышит? Бог, он хочет, чтобы у тебя была цельная душа, как у Давида. Чтобы ты был человеком, который не исцеляется за счет поражения других людей, которые причинили тебе зло. А чтобы ты был человеком, который плачет, когда твои враги падают. И вот это и есть исцеление. Друзья, Давид был великим человеком. Библия говорит, что Иисус сын Давидов. И при том, что у Давида были ошибки в жизни, грехи, падения. Вы знаете, Бог никогда его не стыдится и по сей день. Потому что Давид, он имел эту душу полностью исцеленную. И когда у тебя есть проблема, и ты смотришь на кого-то, и ты думаешь, если бы у него сейчас все плохо было, если бы плохо было. Хотите, я вас научу, как нужно думать? Откровенно говорю, хотите или нет? И это в самом деле, это секрет. Когда к тебе приходят такие мысли, ты их должен победить. Как? Ты скажи, Господи, пусть у него будет все хорошо. Пусть у него все будет классно. Пусть у него все будет супер. Но только одно условие, чтобы у меня было в сто раз лучше. Вот это есть исцеление. Кто-то слышит или нет? Вот это приносит нам радость. Потому что, поймите, друзья, когда, когда ты так смотришь, Бог радуется, что ты не смотри на то, чтобы он упал. Ты смотри на то, чтобы ты поднялся. Не мечтай о нем. Мечтай о себе. Кто-то услышал меня или нет? Не мечтай о его падении. Мечтай о своем возвышении. Чтобы Бог тебя поднял. А многие люди, они выключаются. И они уже даже не хотят, чтобы их Бог поднял. Они уже в это не верят. Они начинают мечтать только об одном. Но, знаешь, как пришел, это такая притча, один человек там и рыбку золотую поймал. Она говорит, выполни любое твое желание. Он говорит, любое, да. Ну, одно условие, рыбка, говорит. Говорит, вот если ты что-то попросишь, то у соседа будет в два раза больше. Он говорит, так подожди, если я попрошу дом, она говорит, у соседа будет два дома. У тебя будет дом, но у соседа будет два. Он говорит, ну, если машина, ну, тогда у соседа будет две машины. Он говорит, ну, если деньги. Он говорит, ну, вот если ты попросишь тысячи у соседа, значит, там две тысячи. Миллион, и у соседа два миллиона. Он посмотрел на рыбку. Говорит, рыбка, выколи мне один глаз. Из этой проповеди вы запомните, да, этот анекдот. О, друзья, послушайте, вот так устроены люди. Но сегодня пришло время, когда мы полностью освободимся от обиды и непрощения. И мы не будем никому желать зла. Пусть у них жизнь будет долгой-долгой, счастливой-счастливой и хорошей-хорошей. А у нас еще больше. Пусть у них жизнь будет долгой-счастливой и хорошей-хорошей. Пусть его неёт, Пусть Пусть рядом. Тебя ожидаю Ты коснись Мое сердце И я Наполняю Сальси Сейчас подними свои руки к Нему Просто подними их И скажи, Господь, я в этот момент Принимаю Твою работу для меня Дух Святой, Ты в этом зале Я принимаю Твою работу для меня Моя душа Скажи это осознанно внутри себя Моя душа целостная Моя душа целостная Моя душа здорова Внутри я здоров Я исцелен Я благословен Положи руку себе на грудь Прямо сейчас Я принимаю благословение Божье На мою душу Я крепок Я крепок в своей душе Моя душа сильна Моя душа сильна Этот мир не раздавил мою душу Вся моя жизнь Она не разрушила мою душу Я победитель Во Христе Иисусе Прямо сейчас Я исцелен внутри Я на сто процентов Восстановлен Я благословен Я наполнен миром Я наполнен победой Я наполнен счастьем Я наполнен торжеством Я принимаю Работу Святого Духа На моей жизни Я принимаю Работу Иисуса Христа На Голгофском кресте Для моей души Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса Дайте мне Библию Во имя Иисуса О мой Бог Халлилуйя 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 Друзья Пусть это будет Духовный акт Для тебя И здесь говорится Им вместо пепла Дастся украшение И когда я сейчас Буду это говорить Я хочу Чтобы ты Эти слова Принял прямо В свою жизнь Возможно У тебя В твоей жизни Все хорошо Но есть Сфера Где реальный пепел Где кажется Все сгорело Где в душе Просто Ты туда не ходишь Потому что Эта комната Когда ты ее открываешь В своей душе Там пепел Там слезы Там унылый дух И ты просто Закрываешься Внутри Но Бог Хочет Чтобы сегодня Ты стал Над этим Бог хочет Чтобы произошло То что написано В Его слове И я заявляю Сегодня Бог хочет Чтобы произошло То что Он сказал Его слова Они актуальны Его слова Они сегодня Живы и действенны И здесь говорится Вместо Пепла Дастся Украшение Прямо сейчас В этот момент Я умоляю тебя Мой брат Сестра Там где реальный пепел В этой комнате В этой сфере Прямо сейчас Посмотри туда И представь Что там Украшение Что там Все самое лучшее Для тебя В этот момент Бог хочет Чтобы ты принял Это слово Вместо Пепла Дастся Украшение Дастся Богом Не человеком Дастся Самим Богом Духом Святым И Он Сейчас Дает Тебе Это Прямо В этот Момент Вместо Плача Бог Дает Елей Радости Что бы Это Не было В твоей Жизни Какая Не была Проблема В этот Момент В этот Момент Бог Дает Тебе Елей Радости И это Начало Перемен Халилюя Вместо Унылого Духа Славная Одежда И там Где Этот Унылый Дух Там Эта Сфера Которая Удручает Тебя Эта Комната В которую Ты Когда Смотришь Просто На эту Сферу Она Удручает Она Приносит Тебе Уныние Врится Славная Одежда Сейчас Я прошу Тебя Ты должен Закрыть Глаза И увидеть Себя Увидеть Себя В славной Одежде В одежде Которую Одевает Тебя Бог Он Одевает Твою Душу Одежда По которой Все узнают Что Ты Царственное Священство Ты Божий Человек Ты Исцеленный Человек Халилюя Мой Бог Боже Дух Святой Я молю Тебя Прямо Сейчас Боже Пусть Это Слово Исполнится Пусть Это Слово Исполнится Пусть Пусть Придет Полная Свобода Во Имя Иисуса Во Имя Иисуса Во Имя Иисуса Мой Бог Аллилуйя Аллилуйя Мой Бог Аллилуйя 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 Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Спасибо Тебе Спасибо Тебе Я Благодарю Тебя Господь Аллилуйя Завтра В заключительной Передаче С этого Служения Апостол Владимир Будет Учить О том Как Внутри Своей Души Быть Самодостаточным Человеком Сегодня уже сотни тысяч людей сделали свой выбор быть партнерами Бога, чтобы Евангелие покрыло всю землю. Присоединяйтесь к нашей команде партнеров. Вместе мы сможем сделать еще больше. Апостол